Музыка Заряжены на борьбу, а значит и болельщиков ждет отличный футбол. Ожидания нас не подвели. Первые минуты встречи, как в общем-то и вся игра, прошли на высочайших скоростях обеих команд. Пропускать первыми никто не хотел, а потому и атаки накрывались еще до их развития. 16 бит начинали катать мяч на своей половине поля. Однако стоило только защитникам увлечься этой перепасовкой, как совершили ошибку. Дали парь своему голкиперу два раза подряд, за что и поплатились свободным ударом. И, как оказалось, первым пропущенным мячом от Артема Кутловского. Вообще биты выглядели активнее своих оппонентов. Играя по всему периметру площадки, парни уверенно развивали свои атаки, старались их обострять и угрожать чужим воротам. Но постоянно им не хватало совсем чуть-чуть до успеха. Однако если чего-то очень хотеть, то рано или поздно оно придет. Воспользовавшись ошибкой защитников-канониров, Эльдар Абдулаев распечатал ворота соперника, тем самым сравняв счет за минуту до конца первой половины встречи. На перерыв команды ушли в балансе. В какой-то момент, после того, как долго могли удерживать счет, когда это, наверное, заметила, глупая ошибка и просто расконцентрация, и сами себе привезли гол. Второй тайм был еще богаче на события. Видимо, команды почувствовали, что время играет против них, и пора начинать бороться и реализовывать свои моменты. Начав бороться, команды начали фалить, и одно из нарушений игрока Горного привело к пенальти в их ворота. Грех таким шансом не воспользоваться. И Дмитрий Кузовлев не подвел, оправдал доверие команды и вывел ее вперед второй раз в этой встрече. Пропущенный мяч немного остудил пыл битов, и они со свежей головой пошли отыгрываться. Было видно, что владение мячом стало осмысленней, а атаки перспективней. Такие старания принесли желаемые плоды, когда Сергей Абанин плотнейшим ударом снова сравнял счет. Спустя 4 минуты все тот же Абанин в третий раз доставил мяч в сетку чужих ворот. А дальше, как будто доказывая сопернику, что их не стоит недооценивать, Эльдар Абдулаев увеличил разницу в счете. Знаю, что забьем, потому что не знаю, почему-то соперники переехали без вратаря сегодня, поэтому надо было бить как можно больше. Ну и в итоге эта тактика сработала, забили 4 гола и победили. Это была такая своеобразная жирная точка в матче. Даже спорные пенальти ворота битов на последней минуте уже не особо огорчили самих горняков. Да, Данил Гренадерский реализовал момент, но на большее у них не хватило времени. Развучал финальный свисток. Итог. Горняки проходят в плей-офф, а универсантам стоит успокаивать себя только лишь стопроцентной реализацией стандартов. Анна Белозерова, Наталья Солдатенкова, Иван Сержанов.